Здравствуйте, уважаемые зрители! В позапрошлом видео я рассказывал, как скопировать информацию с одного микроконтроллера AWR на другой. Ссылка есть в описании и появится в подсказках. А как же поступить, если нужно скопировать информацию с одной платы Digispark на другую такую же плату? Можно, конечно, выпоить AT-Tiny85, установить переходник, скопировать содержимое памяти, как я показывал в прошлом видео с AT-Tiny13 и загрузить скопированную память в другую AT-Tiny85 и ее, соответственно, припаять на другую плату. Но есть другой метод, которым я хочу поделиться в этом видео. Возьмем плату Digispark с классическим USB портом. С нее мы будем копировать информацию, а вторую с microUSB. Платы отличаются только форматом, принцип работы с ними и распиновка одинаково. Я подробно рассказывал, как работать с платой Digispark. Ссылки в описании к видео и подсказках. Вначале загрузим в плату Sketch, в котором будем мигать размещенным на плате светодиодом и выводить в текстовую строку компьютера приветствие и еще число, записанное в энергонезависимую память EEPROM. Число понадобится для того, чтобы показать, что мы скопировали не только флеш-память, но и энергонезависимую память EEPROM. И число это я предварительно записал с помощью другого Sketch. Подключаем плату к ноутбуку. Светодиод мигает, а в текстовую строку выводится приветствие вместе с числом, записанным в EEPROM память. Теперь предположим, что исходного Sketch у нас нету и нам нужно скопировать содержимое одной платы Digispark на другую плату. Подключаем вторую чистую плату к компьютеру. Вначале светодиод часто мигает, пока идет определение платы компьютером, а потом гаснет и в текстовую строку у нас ничего не выводится. Теперь открываем распиновку Digispark и видим как соотносится имена пинов платы с физическими пинами ATTIN85. И соотносятся они в общем-то так же, как и на распиновке ATTIN85. Вспоминаем схему подключения Arduino Uno к ATTIN, которую мы создавали на макетной плате в одном из первых моих видео, посвященных работе с ATTIN. Для подключения я использую классические для Arduino соединительные провода, только с помощью тонкого припоя сделал небольшую шайбу, чтобы улучшить контакт с пинами платы Digispark. Нам понадобится шесть таких проводов, четыре из которых подключены к портам ввода-вывода Digispark и цифровым пинам Arduino согласно схеме. А два служат для того, чтобы запитать плату Digispark от Arduino Uno. Очень удачно, что пины для подключения питания платы Digispark при таком размещении находятся напротив линии питания макетной платы. И еще не забываем про конденсатор на 10 микрофарад, которым соединяем Reset и GND Arduino. Длинная плюсовая ножка к Reset, а короткая минусовая к земле. После подключения используем утилиту для копирования памяти из позапрошлого видео. И нажимаем 3. Read all. То есть копируем содержимое памяти из платы Digispark в виде двух HEX файлов. Получаем два HEX файла, где записано содержимое флэш и EEPROM памяти Digispark. В файле EEPROM HEX можно увидеть записанную в память пятерку. Теперь вместо первой платы подключаем вторую плату Digispark к Arduino Uno по той же схеме. Возвращаемся в утилиту для работы с памяти. Нажимаем сначала 1, возвращаясь к списку действий. И нажимаем 6. Write all. Происходит запись из копированных ранее файлов в памяти Digispark. Подключаем плату Digispark к компьютеру. И видим как на плате начинает раз в секунду мигать светодиод, а в текстовый редактор выводится приветствие с пятеркой на конце. Естественно, что данный метод будет работать, если у платы Digispark не установлены логбиты. Что это такое и как их устанавливать я рассказывал в прошлом видео. Если логбиты установлены, то скопировать прошивку естественно не получится. Таким образом мы полностью скопировали прошивку одной платы Digispark в другую, не выпаивая микроконтроллер от ТТН85. Спасибо всем за просмотр. До встречи в новом видео.